А в связи с этим хочу задать вот такой, потихоньку, да, подходя к логическому завершению нашего интересного разговора, хочу задать достаточно такой острый вопрос, который возникает у всех. В том числе этот вопрос, я уверен, у вас возникал перед своей поездкой и в последующих каких-то действиях. Этот вопрос также возникал у меня или ситуация возникала, когда я знакомился с теми же самыми самыми внетелесными путешествиями. Это вопрос страха. Как делать так, чтобы страхи не тормозили развитие наше и мы могли двигаться дальше вот по тому импульсу, который у нас внутри возникает? Ну, для меня лично, я честно могу сказать, мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку повторяю, я не считаю себя реализованной личностью, я только в самом начале пути этого, по количеству лет проведено или вот я встал на эту дорогу, это не так много, но дело тут не в годах, есть люди, есть личности, в истории можно привести много примеров, которые стали реализованными за очень короткий промежуток времени. Он более, как бы так, скажем так, теоретически этот вопрос, цепь, наше продвижение по нашей, скажем так, жизненной лестнице или по нашему жизненному пути, он состоит из цепи побед и ошибок. Не бывает, мы идем вверх, 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 вверх. Если мы находимся в этом теле физическом, тело не создано, еще раз, если уйти, как это все определяется, тело не создано, к сожалению, для постоянного получения счастья, человек рождается, почему он плачет, кстати. Можно объяснить это, естественно, почему он плачет. Ну то есть человек появляется на свет, он уже, где вы видели ребенка, который рождается, он начинает смеяться от счастья. Нет, на это есть причины, не будем говорить какие. То есть наше тело, наше физическое существование, оно не предполагает, к сожалению, оно не предполагает вот наличие какого-то всемирного счастья, но мы можем принести в нашу жизнь и сделать ее, расцветить, раскрасить ее многими красками, многими победами. Только надо не бояться делать ошибки. Вот это в этом, это теоретически я понимаю, что я не могу ответить на этот вопрос. Если бы я, скажем так, помнил наше прошлое существование, потому что, если даже задавали великие личности, опять же, возвращаясь, то самое бога в Адгите, там Арджуна, известный персонаж, Махабхараты, царь, он говорит Кришне, допустим, идет беседа с Кришной, он говорит о том, что я не помню своих всех воплощений. Он говорит, а ты не можешь помнить, только там помнит. Поэтому есть, там есть, конечно, всякие варианты человека вводят, там состояние определенное, и он вспоминает свою прошлую жизнь. Но если мы идем по этому пути, то мы, естественно, делаем ошибки. Вопрос заключается в том, что есть такое понятие карма, и, наверное, многие понимают, что такое карма. Это очень просто, это причина-следственная связь. То есть есть причина, есть следствие. Если мы сделали ошибку, если мы что-то сделали, какой-то там проступок совершили или какое-то еще, не дай бог, преступление, мы за него будем нести ответственность. Поэтому, зная это, опасно, опасно уверять, что этого нету, опасно не верить, потому что это может оказаться правдой, опасно делать ошибки, но их не надо бояться делать, это наша жизнь в этом теле, и мы все будем делать ошибки, и всегда их будем делать, пока, конечно, кто-то из нас не станет на путь бхакти-йоги, не будет жить в духовном мире, не соединиться со Всевышним. Я вам хочу сказать, очень интересно, лично мой опыт, это не относится к кинди и никак. Наверное, многие знают, что была такая личность, аватар, которого звали Будда. И вот в физическом, скажем, мире он прожил, будем говорить, 80 лет. 35 лет он жил, и он стал просветленным. Оставшиеся 45 лет он обучал людей, как не быть привязанным к ошибкам. Что это такое? То есть мы, находясь в этом теле, без сомнения имеем свои желания. Мы хотим помогать, мы хотим, ну, много материальных желаний, не будем их всех перечислять. И мы хотим чего-то добиться. Даже для себя. То есть он обучал тому, что не быть привязанным к результатам. То есть мы хотим стать все просветленными. И мы всячески себя, вот, садимся в позу йога и начинаем медитировать. Я хочу быть просветленным. Я хочу получить реализацию. Я хочу делать это. И он прямо вот думает, думает. Об этом думать без сомнения надо. И визуализировать надо. Но вопрос заключается в другом. Если мы внутренне к этому привязаны, к этому состоянию того, что мы хотим получить, тогда мы привязаны к результатам. Нет. Вот каким-то образом надо заставить себя, опять же, с помощью медитации, как внутри себя открыть и получить ответ на вопрос. Ну, наверное, все-таки медитация, других вариантов мы не придумали. Все основное интеллектуальная информация. Слушать лекции, читать книжки. Это все интеллектуально. Давайте применять. Первым делом, придя на производство, забудьте то, чем вы вас учили в институте. Так говорил Аркадий Райкин когда-то. Поэтому давайте все-таки применять. Не знаю, много ли людей применяют учения Ольги Викторовны. Надеюсь, да. Потому что действительно это серьезно, то, что она обучает. Причем она относится к тем людям, которые действительно знают. Поэтому процесс. Процесс важен. Результат важен, естественно. Но это результат процесса. То есть если мы будем концентрировать на результате, процесс уйдет на второй план. И это не есть правильно. Благодарю за ответ. Получается так, что нет полного понимания того, что в мире существует и черное-белое, и позитивная, может быть, и непозитивная энергия. И есть желание разграничивать. Хочу, чтобы всегда было хорошо. Без понимания того, что плохо тоже может быть. И оно, по идее, должно быть. Потому что есть определенные причины-следственные связи, которые как бы обязывают получить определенные уроки. И когда появляется понимание того, что любая энергия хороша, и любой опыт позитивный, либо негативный, который приходит в нашей жизни, его нужно научиться принимать, его нужно научиться осознавать, с чем он связан, то в результате получается так, что у человека нет неплохого... У него вообще события в жизни, пропадают плохие события в жизни. Любая ситуация... Бывает такое, что чем жестче ситуация, тем человек больше радуется. О, здорово, хорошо, я из этой ситуации получу такой большой опыт, что смогу там и дальше двигаться. По любой теме, по личностному росту, по духовному росту, в бизнес какой-то, в какой-то сфере. То есть любая проблема, любой какой-то страх, который возникает, это, наоборот, попытка и потенциал дальнейшего роста. Это очень, я считаю, важная часть всего нашего разговора относительно духовных ориентиров. Да, Дамир, я прошу прощения, я немножко перебью. Дело в том, что, безусловно, все правильно то, что вы говорите, и считается, допустим, человек заболел, и считается, чем тяжелее болезнь, тем тяжелее было, скажем так, прегрешение в прошлом. Но болезнь – это не то, что нас вот случайно там свалилось на нас, и мы такие бедные, несчастные. Нет, это способ задуматься о том, как мы живем, и что мы должны делать в этой жизни. Но если кто читал, я помню еще эту, это было очень давно, конечно, «Незнайка в солнечном городе», когда он совершал хорошие поступки, ему дали за это волшебную палочку. Как только он начал думать об этом ослике, что он осел, то у него забрали волшебную палочку. Он страшно удивился, говорит, «Я же ее дали, ну, дали тогда, когда ты делал хорошо». То есть это прекрасный пример той самой кармы. И как, в общем-то, то, что вы совершенно правильно сказали, надо анализировать то, что мы делаем. И еще раз, если мы это делаем сознательно, и мы не знаем, что мы делаем, тогда непонятно, как это все будет проходить. Чтобы делать сознательно, я, опять же, возвращаюсь, ну, может быть, к началу нашего разговора, надо знать, что, в чем мы, так сказать, квалифай, или для чего мы вот появились на этот свет, какая дорога. Если мы говорим о нумерологии, ну, упрощенно очень, упрощенно, наша жизнь делится на два этапа. Первый этап – мы рождаемся с какими-то определенными качествами, а второй этап – мы переходим в следующее наше существование, в следующую нашу материальную жизнь с теми качествами, которые мы наработаем в этой жизни. То есть чисто логически, если это объяснять, мы должны проанализировать наши качества, которые в соответствии с датой рождения довольно легко определяются. То есть это день нашего рождения, это определенные цифры, это определенная планета, которая дает нам эти качества. Еще раз, с нашим прошлым воплощением, то есть нашим вторым этапом нашего прошлого воплощения. То есть зная это, мы получаем информацию, и эту информацию мы должны применять первую половину нашей жизни, хотя эти навыки с нами остаются forever, всегда. И мы ими будем пользоваться, только лишь для того, чтобы во второй половине нашего существования, ну, скажем так, 35 и 35, ну, в среднем, я примерно представляю среднюю продолжительность жизни, здесь в США она немножко больше, ну, будем считать так условно, 35 лет, первая половина, 35 лет вторая. Возможно, у человека это тоже бывает, и нередко это бывает, когда у него одна и та же цифра, и в первой, и во второй половине. То есть он должен проходить всю свою жизнь этот урок. Это означает всего лишь о том, что он только встал на путь этого урока, стал это постигать в конце предыдущего воплощения, ему надо всю эту жизнь посвятить этому уроку, и проходить этот урок от начала до конца. Elementary school, middle school, high school, college. Если мы говорим о том, что, допустим, разные эти цифры, тогда, скажем, начальная школа, средняя школа, высшая школа, это первая половина. Ну, в данном случае college. Но если я применяю это просто как 4 вот таких вот стадии нашей жизни, тогда половина там, половина вторая, и мы с этими, скажем, воплощениями будем переходить в следующую. Но они с нами будут оставаться, поскольку жили мы достаточно много жизней, и кем мы только не были, и какие только качества мы не имеем, но желательно, это еще раз, я очень осторожен в словах, уже как бы с моим вот опытом, говорить о том, нужно. Нужно, есть слово в английском языке must, есть слово have to, так вот, это все разные слова. То есть ты не обязан, но ты должен это понимать, и ты можешь жить в соответствии именно с той цифрой, или с той планетой, которая дает тебе качество. Вот не надо использовать качество многих планет. Ну, скажем так, я гору, ну, я не гору, но, допустим, я гору. Вот я сейчас рассказываю, я выступаю, точнее, сегодня, вот сейчас в роли, скажем, человека, который чего-то рассказывает, чего-то там объясняет, может быть, даже чему-то учит, и вот я тогда Юпитер. Если я сейчас буду заниматься моим личным раскручиванием, грубо говоря, и пытаться вот это вот все внедрить, будем говорить, в массы, вот, с помощью интернета, там, радио, там, порталов разных, то тогда я буду называться не гуру, а тогда я буду работать под воздействием планеты, которая называется Меркурий. Вот, то есть я буду, как бы, сидеть уже на двух стульях. Если я буду все это вбивать, вот, в интернет, если я буду это все, скажем, делать обработку этого видео, этого аудио, тогда я буду Сатурном. Сатурн – это работяга, он должен пахать, он должен ковать, он должен копать. У меня есть статьи, некоторые можно почитать, статьи, сангейсрадио.ком, там две части, одной большой статьи, это все, как бы, вот путь. И тогда мы уже сидим на трех стульях. Поэтому, ребята, как говорил Жмонецкий, надо быть щитленнее. То есть мы должны понимать, о чем идет речь. Ну и желательно, конечно, самый из всех лучший вариант и как-то вот утвердить себя именно на том, для чего вы, собственно говоря, и качество, которое вы имеете, и вот для чего вы живете. Ну, вот опять же, надо знать свое предназначение, что в конечном итоге, возвращаясь к самому началу, это и есть путь к счастью, это то, для чего мы созданы.